Эти кадры человеческой трагедии, к сожалению, не хроника художественных фильмов. Оперативная съемка сделана на выездах с сотрудниками МЧС. Реальная версия того, как человеческая беспечность в один момент может превратиться в драму, а ее виновники – в безмолвных персонажей настоящего человеческого горя. По статистике, третья часть от общего количества пожаров происходит по причине неисправности электроприборов и электрооборудования. Без правильной эксплуатации и должного внимания, знакомые каждому из нас предметы обихода, из безотказных друзей превращаются в лютых врагов, способных причинить вред. Частой причиной несчастного случая или пожара является нарушение изоляции электропроводки или повреждения установочных элементов, то есть розеток и выключателей. Особенно это характерно для помещений, где выполнена открытая прокладка электропроводки. Поэтому необходимо периодически осуществлять осмотр технического состояния электропроводки, розеток и выключателей. При обнаружении нарушений необходимо принять срочные меры по их устранению. В современных квартирах электропроводка невидима, она выполнена скрытым способом. Поэтому сверление стен, пробивку в них отверстий и борозд, вбивание гвоздей, вкручивание шурупов нужно производить с особой осторожностью. А еще лучше доверить это дело опытным специалистам – электрикам. Не доверяйте монтаж и ремонт электропроводки лицам, не имеющим специальной подготовки. Устройство электропроводки и установка электроприборов требуют специально повышенных мер безопасности. Применение соответствующей электротехнической продукции. Эти работы должны выполняться только специалистами в соблюдении требований технической и проектной документации. Неправильно выполнена работа – это источник несчастного случая или пожара. Как правило, стационарные осветительные приборы, люстры, торшеры, бра редко становятся причинами электрических травм. Поэтому для них основное правило – не оставлять на длительное время включенными без присмотра. И располагать рядом предметы, которые могут загореться или расплавиться. А вот с тем, что под рукой – зарядные от смартфонов, шнуры от утюгов, электрочайников, телевизоров – нужно быть особенно бдительными. Мы зачастую не создаем всю серьезность и опасность использования электрического тока. А все потому, что он нас окружает буквально с первых минут жизни. И идет с нами рядом практически всегда. Сам по себе электрический ток не имеет ни запаха, ни цвета. Его невозможно пощупать и увидеть. Но мы видим его работу в горячей лампочке, работающем в миксере и греющемся в утюге. И данная полезная сила очень легко станет разрушительной, если использовать ее, не соблюдая основные требования электробезопасности. Электронагревательные приборы имеют большую потребляемую мощность. Поэтому нельзя одновременно подключать несколько таких устройств к одной розетке. Это может вызвать чрезмерный нагрев проводов, разрушение их изоляции и, как следствие, возгорание. Необходимо также следить, чтобы шнур питания прибора не попадал на горячий нагревательный элемент. Это также может вызвать короткое замыкание. Среди причин пожаров, связанных с электрическим током, короткое замыкание является самым распространенным. Хотя нередко оно может быть и следствием какой-либо другой аварийной ситуации в электрической цепи. Нередко в одну розетку через тройник подключается одновременно несколько электрических приборов. Такое подключение недопустимо. Повышенная нагрузка на розетку и электропроводку способствует перегреву и подгоранию контактов розетки. При этом повреждает изоляцию проводов. Отсюда один шаг до короткого замыкания и пожара. Набор всех этих простых правил знаком каждому из нас с детства. Однако напоминать все же о нюансах безопасности стоит. Именно поэтому специалисты филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области проводят на постоянной основе профилактические мероприятия, в ходе которых рассказывают жителям Брестской области о правилах электробезопасности. Часто причинами несчастных случаев является недостаточная осведомленность граждан об опасности, которую представляет электрический ток. Филиалом Государственного энергетического и газового надзора по Брестской области постоянно проводятся различного рода профилактические мероприятия, направленные на информирование граждан о необходимости соблюдения требований правил устройства электроустановок и основные правила электробезопасности в быту. Нами проводятся обследования технического состояния электроустановок домовладений и квартир граждан, профилактические беседы с населением, распространяются памятки по электробезопасности, проводятся выступления и лекции в трудовых коллективах и учреждениях образования, Увлекаются материалы в средствах массовой информации и сети интернет. Основная цель таких мероприятий – обеспечение безопасности жизни и здоровья людей. Каждый из нас ежедневно сталкивается с электричеством, причем не только дома или в квартире, но и в офисе, на промышленных предприятиях, муниципальных и коммерческих организациях. Благодаря электричеству вечерние улицы превращаются в настоящие сказочные аллеи. А по городу курсирует общественный транспорт, пестрит яркими образами реклама. Жизнь становится комфортнее, а чтобы она была безопаснее, каждый из нас должен помнить основные правила использования электричества в быту. Тогда происходящее вокруг будет приносить только радость и удовольствие.